В списке социально значимых товаров несколько десятков позиций. Мука, хлеб, сахар, сметана, кефир. Но пристальное внимание сегодня не только к ним. Весь потребительский рынок под надзором. Особое внимание как к ценообразованию, так и к ассортименту. Фейкометчики периодически вбрасывают в интернет информацию о дефиците товаров. Мол, в магазинах полки пустые. Но как бы кому-то не хотелось, у нас в стране производят больше, чем потребляет рынок. Вот один из крупных магазинов Заславля. Здесь выбор есть. На стеллажах товары от различных производителей. Да и цены не кусаются. В целом, да, устраивает нормально. Но есть магазины, которые дороже немного, да. Есть, которые на уровне держатся старых цен. На мясную продукцию немножко повысилась цена. Ну, бывает иногда ниже, бывает выше. А по ассортименту все ли вас устраивает в магазинах? По ассортименту? Ну, то, что мне нужно, да, устраивает. В магазинах шаговой доступности нужный товар можно найти без проблем. Овощи, фрукты, молочка, крупы. Покупатели любят такие магазины по причине их компактности. Говорят, и цены здесь хорошие. Тут хорошо. Вот это и крупа, это дешевая, это гречневая. А так было поднять с чем-то, а теперь два с чем-то. В нынешних условиях руководство торговых объектов не должны сидеть сложа руки. Договариваться с поставщиками, в том числе и их задача. Главное – предложить хороший выбор товаров для потребителя и по приемлемым ценам. Устанавливают цену ценообразователи. Нам приехал товар, мы приняли наше дело. Принять, выставить и реализовать, покупать. Никаких сбоев, никаких проблем. Ассортимент не уменьшился по сравнению с прошлым. Все в наличии, все выполняют, все заявки, все поставки. Стоит отметить, что сегодня ситуация на потребительском рынке все же устраивает не всех. По мнению некоторых покупателей, цены на отдельные товары кусаются. На мой взгляд, вообще еще стало хуже. Цены растут. Я, правда, у меня нет информации, в какой геометрической прогрессии. Но цены мы чувствуем по своему кошельку. Ну, был, наверное, минимальный какой-то подъем в некоторых моментах. Ну, так нет. Все нормально. Часть интересные цены, они стали меньше. Часть стали, наоборот, побольше. Вот овощи в разных магазинах, разница очень разная. Рубль два, обязательно цена идет или в минус, или в плюс. О фактах завышения цен покупатели по-прежнему могут сообщить в комитет госконтроля на короткий номер 191. За три с половиной месяца на линию поступило несколько тысяч обращений. Специалистами во всех этих торговых объектах проведены контрольные мероприятия. В нескольких десятках случаев информация подтвердилась. Всего же комитетом госконтроля в 2022-м проведены проверки почти в трех тысяч точках торговли. В 65% случаев установлены нарушения. В каждом пятом торговом объекте установлены нарушения дисциплины цен. Также выявлялись нарушения санитарных норм и правил, правил торговли и другие нарушения законодательства. По установленным фактам к административной дисциплинарной ответственности привлечены 812 человек. Кроме того, за грубые нарушения законодательства по требованию комитета госконтроля приостанавливалась деятельность 35 торговых объектов. К слову, аналитики отмечают, что наблюдаемое сейчас снижение цен за месяц на 1% происходит впервые. Причин здесь немало. Новая система регулирования, снижение ценников основного торгового партнера России, укрепление белорусского рубля к корзине основных валют. Как итог, динамика наметилась в сентябре и в октябре достигла небывалых показателей. Что касается пика инфляции, то она наблюдалась у нас в сентябре месяце. Так, инфляция сентября 2022 к декабрю 2021 года составила 114,8%. Это индекс потребительских цен. Что касается последующей ситуации, которая сложилась, то в четвертом квартале мы в нашей стране, единственной из стран СНГ, наблюдали дефляцию. Так, в четвертом квартале индекс снизился на 1,7%, продовольственные товары подешевели на 0,5%, непродовольственные товары на 4,3%. Ситуация в сфере ценообразования на жестком контроле президента. Государство сделает все, чтобы продавцы не завышали неоправданно стоимость товаров. Требование Александра Лукашенко в основе должна быть справедливость. Это не значит, что цены остановлены и завтра они расти не будут. Вот если мы в тупую их заморозим, то действительно, прежде всего, по кофе, бананам, еще по чем-то, в первом приближении, цены вырастут. Потому что это не от нас зависит. Мы их закупаем. Но для нас это небольшой страх. Кто любит кофе, пейте, пожалуйста. Если кофе подорожал, ну извините, я могу предложить молоко, чай. Ничего, я кофе не пью и жив-здоров. И то, рост цен на импорт тоже будет контролируемым. Я надеюсь. Такая правительственная задача поставлена. Никаких бонусов в торговле на импорт вообще быть не может. Что значит, мы у тебя товар возьмем и поставим вот на эту полку, если ты нам что-то приплашешь. Упаси вас Господь. Ни на импорт, ни на наши товары, ни на каких бонусов быть не должно. Работа по сверке цен ежедневная во всех точках страны. А в те торговые объекты, в которых нарушения были выявлены ранее, обязательно наведаются повторно. Но главное здесь, конечно, не наказание. Справедливость в вопросах ценообразования должна быть восстановлена. Глеб Прокофьев, Юлия Мычко, Сергей Курков, СТВ.